Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Хоть и по любовному поводу писал русской поэзии Светлыч эти строки, но тяга быть обманутым свойственна человеку во всем, даже в делах финансовых. Вот и не прячут свои денежки по банкам и углам папки на драмовщинку или просто отчаявшиеся люди, а несут их всякого рода последователям великого комбинатора. Как же вы думаете отнять деньги? Дело не в способах. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Дело в том, как найти такого богатого индивидуума. Комбинаторы 21 века, в отличие от их литературного предшественника, уголовный кодекс не чтут и деньги отбирают не только у богатых индивидуумов. Да и с приходом новых технологий им даже не нужно раскидывать свои сети. Они пользуются уже готовыми, телефонными и компьютерными. На мобильный телефон приходит смс-сообщение о том, что вы выиграли бесплатный приз, и для того, чтобы вам его получить, этот бесплатный приз, необходимо перечислить ту или иную сумму в предоплату за этот приз, либо за оказание транспортных услуг на доставку этого приза. И ведь платят. Хоть ни в каких розыгрышах и лотереях не участвовали. Сладкое слово «халява» манит потерпевших и безотказно работает на преступников. Впрочем, не брезгуют мошенники обращением к благородным человеческим чувствам. Ставшие притчей во языцах «Мама, я попал в беду» по-прежнему приносят неплохую прибыль жуликам. У нас были такие ситуации, когда действительно женщина шла перечислять за своего сына денежную сумму, при этом сын находился с ней в квартире, просто спал в соседней комнате. Заглатывают подобную наживку не только пожилые люди, но и современная продвинутая молодежь. Эту продвинутость и безапелляционные, ну уж я-то не клюну, хорошо изучили дельцы преступного мира. Взломать страничку в соцсети и от имени друга попросить помощь, естественно в денежном выражении, не вопрос. Зомбировать по телефону или в чате владельца банковской карты легко, да так, что тот сам без насилия и угроз переведет деньги на обезличенный счет кукловода. И способы отъема денег все множатся. Недавно одна жительница Заречного отдала более 150 тысяч рублей лже-врачу за избавление от недуга. Когда граждане стоят на учете у врача, либо имея какое-то заболевание, обращаются к врачам с той или иной формой лечения, и после этого поступает сообщение, люди на телефон звонят, представляются заведующими отделениями, либо там лечащим врачом, и говорят им о том, что на сегодняшний день поступило новое лекарство, или имеется оно в разработке, и если вы хотите поправить свое здоровье, ускорить процесс лечения, то вам необходимо, опять же, перечислить крупную сумму денег на один из расчетных счетов. В стоимость услуги входило и бронирование палаты в одной из пензенских клиник. Можете представить, какова была реакция лечащего врача, когда пациентка приехала оформляться в стационар. Разводят мошенники не только излишне доверчивых граждан, но и солидные фирмы. Обращения через раскрученные интернет-сайты к поставщикам товаров и услуг приносят компаниям и частным лицам крупные убытки, а жуликам солидную прибыль. Бывают и мелкие суммы, и бывают достаточно крупные суммы. Они страдают от этого вида мошенничества, как и физические граждане, так и юридические лица. И, в частности, у нас также были зарегистрированы определенные материалы проверки, именно где у нас довольно серьезные фирмы пострадали. Шанс возврата заработанных честным трудом денег невелик. Велика страна и великовнее число хитроумных дельцов. Но спецслужбы тоже недаром свой хлеб едят. У нас были такие примеры, и в настоящее время есть, когда, да, действительно, мы раскрывали такие преступления. Когда мы привозили тех же мошенников, которые действовали на территории Липецкой области здесь и возбуждались уголовные дела от отношения конкретных лиц. Поэтому в любом случае проверку мы будем проводить и с применением всех имеющихся в нашем распоряжении возможностей. И все же, возвращаясь к классикам советской сатиры, отцам литературного персонажа великого комбинатора вслед за ними повторим спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прежде чем кидаться, отдавать деньги, воскликните, как Станиславский. Не верю. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».